Самое чудовищное во всем, что происходит сейчас вокруг национального сознания, заключается в том, что ни одно понятие не выделено, не существует в сознании в качестве чего-то по-настоящему внятного. Вот говорят националисты, националисты, националисты это те, кто за нацию, а что такое нация? Существует род, как самая мелкая единица, род, с ним все понятно, это прайд, дети одной волчицы. Теперь, через какое-то время, начинается обмен невестами, и несколько родов образует племя. Затем эти племена начинают объединяться в народность, либо на основании очень простроенных пантеонов греческого, где есть Зевс, где есть главный бог, и все остальные ему подчинены, либо уже монотеистических, иудаизм, христианство и так далее. И это называется, и в бессмертный народ превращается племя. Племя становится народом, взяв мессианскую идею, приняв на себя, соединив себя с великой мировой религией. Только тогда оно становится, оно входит в историю. И только войдя в историю, став человеческой личностью, это племя становится народом. Но это еще не нация. Если точнее говорить, то это народность. Но человек, живущий на данной территории, пока эта территория религиозно окрашена, принявший ее веру, знающий ее язык и так далее, это член этого народа. Теперь, предположим, старо-французская народность интегрирует в себя племена при Капитингах, Каролингах. Что лежит в основе? Религия и язык. Вот эти мелкие языки превращаются в диалекты, а в основном все спаивается единым языком. Это задача абсолютизма, который соединяет все в централизованное государство. Но возникает кризис народности. В чем он? Первое. Конфессиональные конфликты. Хорошо, когда можно сказать, что француз — это католик. А когда появляется Гогенот? Когда начинается Варфоломеевская ночь? И вторая главная проблема, которую никто просто не понимает почему-то, хотя она лежит на поверхности, — появление светских людей. Это просто светский человек. Он не католик, не Гогенот. Когда он один, то его можно сжечь или не заметить. Сначала не заметить, потом сжечь. Потом оказывается, что их надо сжечь очень много, инквизиция называется, а их все больше и больше. А потом их надо каким-то образом вписать. И вот тут встает вопрос. Народность рушится, а из-под нее-то лезут племена? Аббат Сиес был такой, один из деятелей. Чем было третье сословие? Ничем, чем оно станет всем. Один из деятелей французской буржуазной революции. Он про Марию Антонетту, когда он хотел ее разоблачить, он сказал, нам, галлам, надо сбросить франков. Потому что франки — это полугерманское племя внутри французского народа. А галлы — это кельтское племя. Он хотел противопоставить одно другим. Но он один раз пикнул и заткнулся. Потому что если бы он противопоставил еще раз, то ему бы голову отрубил. Хоть Дантон, хоть Робеспьер и так далее. Потому что им только галлов и франков не хватало. У них возникла проблема зависания французского народа над бездной. Народности нет. Нет религии, нет абсолютизма, нет ничего. Вот тогда был выдвинут проект Модерн. Проекты выдвигают негениальные люди, которые расписывают все по клеточкам. Проекты — это ответ человечества на возникновение примитивной, выпиющей проблемы. Вот когда возникла примитивная, выпиющая проблема под названием светский человек, то надо было перестраивать идентичность. И вот тогда был создан проект Модерн, а внутри него — нация. Нация — это субъект модернизации. Одно без другого не существует. Нация осуществляет модернизацию, а результатом модернизации является нация. Но что такое нация? Это общность светских людей, у которых существует определенный критерий, по которым их можно называть единой общностью. Ну, иногда в Америке где-то говорят, что это просто гражданство. Ну, вот извините, Обама идет сейчас спор. Вот он в Кении родился или нет. Если нет, то импичмент. Здесь в Кении. А если вот в Гонолулу, то все хорошо. Значит, уже не все граждане равны, а только те, кто родились на данной территории, могут стать президентами. Но за этими пределами как бы ничего другого нет. Но это неправда. Это неправда. Америка страшно идеологическая страна. Это все понимают. Значит, классикой нации, конечно, является Франция. Нация была построена Робеспьером и якобинцами, и завершена Бонапартом, его диктатурой. Она строила железо на кровь. Значит, смысл заключается в следующем. Нация — это человек, который живет на данной территории, в совершенстве в воде данным языком, полностью интегрирован в данную культуру. Дальше существует еще два понятия. Этос — это священные камни. Он поклоняется этим священным камням. Для него есть святость вот этих камней. Может быть, он и светский. Когда он видит покров на Нерли или Римский собор, в нем трепет есть какой-то. И он находится в определенном ряду истории, историческом ряду. Для него есть эти герои. Жанна Дарк и так далее. Он принадлежит к нации при выполнении этих пяти условий. Архитекторы национального проекта и национального государства запрещают обсуждать, кто какого рода племени. Потому что только разбуди это племенное, и нации не будет. Потому что единство французского государства в Вандее делалось в Бретонии. Где был свой язык бретонский, свои нравы и все. Осуществлялось гильотиной. А единство французского государства в Провансе осуществлялось так называемыми леонскими свадьбами, которые осуществлял палач Леона Барбье. Они связывали там этих леонских сепаратистов парами, мужу и жену, и топили. То есть жестокости французской революции ничуть не меньшие были, чем жестокости большевизма. Это надо понять. Значит, смысл заключается в том, что нация это определенная общность, созданная в рамках проекта модерн, правильно построенного капитализма, прогресса, модернизации и всего прочего, держащаяся только на них. Почему это страшно актуально? Вот вообразите себе Индию. В Индии же нельзя говорить, кто такой индус. Он индиец, а не индус. Потому что индус — это человек, который исповедует индуизм. А там 150 миллионов ислама. И других достаточно. Представьте себе, что в Индии захлебывается проект модерн. Что там возникает? Там все эти племена рассыпаются и начинают грызться друг с другом. Там будет 100 миллионов трупов. А Китай, что нет памяти о конфликтах маньчжурцев и ханцев? Что такое китайская нация? Это гениальное изобретение сумья цена. Принцип пяти лучей. Единство племен. Теперь у нас все, кто сейчас начинают рассуждать, говорить на себя националистами, они не националисты, они племенники. Они люди, которые начинают агрессивно обнажать племенное начало. Кто такой рус, непонятно. Что это такое, неясно. Но только ясно, что раньше, чем это будет обнажено, и от этого отпадет Кавказ и все остальное, окажется еще, что сами эти русы ненавидят друг друга. Новгородцы вспоминают что-то москвичам. Сибиряки существуют вообще отдельно. И это все распадется на трайбы. Проблема заключается в том, что настоящий национализм и то, что сейчас пропихивают в виде национализма, это совершенно разные вещи. Национальное государство, то, что я объяснил. А империя, это союз народов в поле сильных и сильной идеи. Вот коммунистической или любой другой. Гавзовская империя, католической. Российская империя, православные идеи. Но там же союз народов. Поэтому нам сейчас надо отвечать для себя, что мы строим. Правильное национальное государство, но тогда нация это есть то, что я сказал. Или империю в смысле союза народов. Но русские веками, теперь уже не 70 лет, а столетиями, строили только империи. Империи не в прошлом. И что такое будут русские, когда они вместо империи начнут строить что-то другое? Северный Кавказ тоже станет нацией? Или он отделится при этом? Это трагическая проблема нашего будущего. Но самое главное, что мы внутри этой проблемы не осуществили главной работы. Мы не дали вещам правильные имена. Как говорил Конфуций, если хочешь собрать страну, давай вещам правильные имена и выкрикай их на всех базарах. Продолжение следует...